Геоэкономическое положение Географическая разминка Самый-самый Назовите самое глубокое озеро Верно! Озеро Байкал Глубина 1642 метра Самое многонациональное и многоязычное государство мира Конечно, это Индия Здесь проживает более 500 народностей и племен Которые говорят более чем на 800 языках мира Вспомните, что называется экономическим районом и специализацией Экономический район – это территории, которые отличаются от других районов своей специализацией Особенностями комплексного развития хозяйства Своеобразием географического положения Природными условиями и трудовыми ресурсами Специализация – это сосредоточение в районе производства определенного вида продукции Значительная часть которой предназначена для обмена торговли Сегодня на уроке мы рассмотрим экономический потенциал трех регионов Восточного Казахстана, Северного и Западного Экономический потенциал – это совокупная способность отраслей народного хозяйства Производить промышленную и сельскохозяйственную продукцию Осуществлять строительство, перевозки грузов Оказывать услуги населению Удовлетворять запросы населения и общественные потребности Обеспечивать развитие производства и потребления А как вы думаете, что означает экономический потенциал региона? Экономический потенциал региона – это совокупность имеющихся И возможных для мобилизации ресурсов региона Которые нужны для его развития Учитывая максимальную возможность использования имеющихся ресурсов Для удовлетворения потребностей населения Как нынешнего, так и будущих поколений Факторы, влияющие на экономический потенциал Природно-ресурсный, производственный, трудовой, научно-технический А также финансовый, инвестиционный и рекреационный Природные ресурсы страны размещены неравномерно Поэтому все регионы Казахстана имеют свою природную специфику В каждом складываются своеобразные экономические и социальные условия Определяющие хозяйственный профиль региона Важно помнить, что производственные связи могут быть оптимальными Только при условии правильного размещения центров производства Транспорта, связи, сырья, энергии, готовых изделий И районов потребления промышленной и сельскохозяйственной продукции Закономерности размещения производительных сил Размещение промышленных сырьевых и топливных баз влияет на экономику Увеличение потребностей в сырьевых и энергетических ресурсах Требует создания разветвленных сетей, мощных сырьевых и топливных баз Минеральные сырьевые ресурсы дают возможность накопить средства Для осуществления структурной перестройки экономики Рассмотрим экономический потенциал Восточного Казахстана Восточный Казахстан имеет выгодное экономико-географическое положение Граничит с Россией и Китаем А также с экономическими районами Казахстана С Южным, Центральным и Северным Регион имеет горный и мелкосопочный рельеф А огромные запасы минеральных ресурсов В частности цветные металлы Во многом определяют экономический потенциал региона Климат Суровая зима А лето умеренно и мягкое Регион хорошо обеспечен водными ресурсами А реки Восточного Казахстана Имеют значительный гидроэнергетический потенциал Отрасли специализации Восточного Казахстана Электроэнергетика и цветная металлургия Крупнейшие гидроэлектростанции региона Шульбинская, Буктурминская и Усть-Каменогорская гидроэлектростанции Вспомогательные отрасли Машиностроение Химическая промышленность Производство строительных материалов Лесная и деревообрабатывающая промышленность Вспомните центры цветной металлургии Восточного Казахстана Центры цветной металлургии региона Города Риддер, Зыряновск, Усть-Каменогорск В структуре сельского хозяйства Восточного Казахстана Преобладает животноводство На него приходится две трети произведенной продукции Отрасли животноводства Тонкорунное и грубошерстное овцеводство Скотоводство, коневодство Специфическая отрасль для горных районов региона Мораловодство и пчеловодство Отрасли растениеводства Зерновые и технические культуры Основная техническая культура региона Подсолнечник Восточный Казахстан Индустриальный район страны Имеющий специализацию В электроэнергетике И цветной металлургии Следующий экономический район Западный Казахстан Регион имеет Также выгодное ЭГП Окрайное и Приграничное Рельеф территории Преимущественно равнинный Только на северо-востоке региона Расположен Южный отрок Уральских гор Горы Мугалжары А на юге региона Горы Мангыстау Значительные запасы минеральных ресурсов Определяют экономический потенциал региона По минеральным ресурсам Данный регион занимает особое место в экономике страны Климат юга засушливый Северо-умеренно континентальный Недостаточное количество водных ресурсов Существенно затрудняет развитие хозяйства региона Вспомните отрасли специализации Западного Казахстана Отрасли специализации Нефтегазодобывающая промышленность Химическая промышленность И черная металлургия Рассмотрим более подробно Структуру хозяйства Областей Западного Казахстана Актьюбинская область Отрасли хозяйства Цветная и черная металлургия Нефтегазопереработка Химическая промышленность Производство строительных материалов Атырауская область Нефтегазохимия Производство машин и оборудования Для нефтеперерабатывающей промышленности Мангестауская область Нефтепереработка Нефтехимия Газопереработка Производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности. Западно-Казахстанская область. Производство машин и оборудования строительных материалов. Рассмотрим экономический потенциал Северного Казахстана. Данный регион также имеет выгодное экономико-географическое положение. Казахстан граничит с Российской Федерацией и с экономическими районами нашей страны, с Восточным, Центральным и Западным Казахстаном. Рельеф территории преимущественно равнинный. Климат, умеренно жаркое лето и холодная зима. Наличие плодородных черноземных почв в совокупности с климатическими условиями и равнинным рельефом становится предпосылкой для экономического развития агропромышленного комплекса. Также на территории Северного Казахстана значительны запасы минеральных ресурсов и достаточное количество водных ресурсов. Отрасли специализации региона. Топливная промышленность, цветная и черная металлургия, машиностроение, электроэнергетика, нефтеперерабатывающая промышленность и агропромышленный комплекс. Структура хозяйства областей Северного Казахстана Акмолинская область, отрасли хозяйства, цветная металлургия, железнодорожное и сельскохозяйственное машиностроение. Костанайская область, черная металлургия, производство автотранспортных средств и сельскохозяйственной техники. Североказахстанская область, машиностроение, производство продуктов питания. Павлодарская область, черная, цветная металлургия, нефтепереработка, электроэнергетика, производство железнодорожной техники и химикатов для промышленности. В структуре сельского хозяйства Северного Казахстана выделяется растениеводство, выращивание зерновых и технических культур. В Акмолинской, Североказахстанской и Костанайской областях выращивают яровую пшеницу. Животноводство. Развито скотоводство, овцеводство, свиноводство и птицеводство. Агропромышленный комплекс Северного Казахстана – один из самых развитых в стране. Итак, экономический потенциал регионов Казахстана заключается в следующем. В Восточном Казахстане. В развитии отраслей цветной металлургии, гидроэлектроэнергетики, машиностроения, а также специфических отраслей сельского хозяйства. В Западном Казахстане. В развитии отраслей нефтегазодобывающей промышленности и черной металлургии. В Северном. В развитии отраслей черной и цветной металлургии, машиностроения, нефтепереработки, электроэнергетики, отраслей сельского хозяйства. Пограничное положение регионов дает возможности для развития отраслей, ориентированных на экспорт. Перейдем к выполнению заданий. Задание 1. Составьте диаграмму Венна отрасли хозяйства Северного и Восточного Казахстана. В Северном и Восточном Казахстане развита электроэнергетика и цветная металлургия. В Северном Казахстане нефтеперерабатывающая промышленность, зерновое хозяйство, черная металлургия. В Восточном Казахстане лесная и деревообрабатывающая промышленность, мораловодство. Задание 2. Определите регион. Верно. Высокий экономический потенциал, основанный на развитии агропромышленного комплекса, имеет Северный Казахстан. Высокий экономический потенциал, основанный на развитии гидроэлектроэнергетики, Восточный. А высокий экономический потенциал, основанный на развитии химической промышленности, имеет Западный Казахстан. Подведем итоги урока. Сегодня вы научились определять потенциал экономического развития регионов Казахстана на примере северного, западного, восточного экономических районов страны. На этом урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok